МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Дорогу молодым в Ижевских главы регионов Приволжского федерального округа обсудили меры поддержки талантливой молодежи. Вход свободный. В ГОС-киностудии Чувашкино прошел день открытых дверей. Что посеем, специалисты Рослихознадзора проверяют качество семян. Сегодня руководители регионов ПФО обсуждали, какие еще меры государственной поддержки нужны талантливой молодежи. Это тема заседания Совета округа приполномоченным представителем президента. В расширенном заседании принял участие и глава Чувашии. С подробностями мой коллега Дмитрий Ковалев. Все решают кадры, особенно в вопросах развития экономики. Чтобы наладить выпуск инновационной и надежной техники, такой, как эти электромотоциклы, необходимы квалифицированные специалисты. Поддержка одаренных детей и подготовка студентов для предприятий. Ключевые темы очередного заседания Совета приполномоченным представителем президента России в ПФО, которое проходило в стенах Дома дружбы народов в Удмуртии. В регионах округа немало талантливых ребят, и это подтвердила Всероссийская Олимпиада школьников. Сразу пять субъектов ПФО вошли в десятку лучших, в том числе и Чувашия. Добиваться результатов помогают новые стандарты обучения детей. Большой эффект приносят кванториумы. Так в республике до конца этого года начнет работу еще один технопарк в Новочебоксарске. В ближайшее время в регионе намерены создать и образовательный центр, аналог сочинского Сириуса. Соглашение подписали на полях инвестиционного форума. Все те, кто принимал участие в создании Сириуса, сегодня сформировали ассоциацию, которая методически будет помогать региональным центрам участвовать в научном руководстве и повышать квалификацию педагогов. Соответственно, сейчас у нас создается дорожная карта, которая позволит детально прописать алгоритмы действия региона. В апреле проводится семинар в Сириусе большой. Как раз мы там разберем дорожную карту, и каждый представитель, руководитель регионального центра вернется с детальным планом действий. Поддержка одаренных детей и подготовка квалифицированных специалистов – приоритетная задача. Цель обозначил президент России в национальном проекте. Но ключевая роль в вовлечении детей в систему поддержки талантов принадлежит федеральному проекту «Успех каждого ребенка». Речь идет о развитии системы дополнительного образования. Общий объем финансирования этого проекта за счет средств федерального бюджета составляет почти 76 миллиардов рублей. В том числе 61 миллиард – это субсидии с федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации. По итогам конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на 2019 год, семь субъектов ПФО получат субсидии на формирование целевых региональных моделей дополнительного образования. Четыре субъекта – на создание центров выявления и поддержки одаренных детей. Новый образовательный формат – уроки будущего. В рамках этого проекта ребят в режиме онлайн обучают главы крупнейших корпораций страны. Крайне важная задача – взаимодействие предприятий, школ, техникумов и вузов. Полномочный представитель президента Игорь Комаров отметил, что в регионах необходимо выстроить социальный лифт, когда молодые специалисты сразу получают рабочее место. Молодежь должна быть мотивирована развивать экономику своего субъекта, а не уезжать в другие города. Перспективные кадры, подготовленные в регионе для того, чтобы остаться в нем, должны иметь альтернативу возможному переезду. Это решение жилищной проблемы, исключение бытовых вопросов и, безусловно, постановка в регионе осмысленных амбициозных целей, к решению которых можно привлекать талантливых молодых ребят. Разрешение проблемы при переходе от обучения к производственной сфере имеет первостепенное значение, так как доля потерь, потенциала одаренности здесь особенно велика. Зачастую молодые люди, получившие качественное образование, имеющие высокие способности, в одной сфере реализуют себя совершенно другой. Есть дефицит внимания со стороны основных потребителей, наукоемких производств, субъектов бизнеса, органов государственной власти, которые остро нуждаются в притоке наиболее перспективных и подготовленных кадров. Но что такое сегодня хорошее образование? Технологические перемены будут сокращать срок годности текущих квалификаций до 5-7 лет. В некоторых индустриях навыки устаревают еще быстрее. Нас ждет исчезновение многих рутинных профессий. Люди все больше будут заниматься теми видами деятельности, которые невозможно автоматизировать. А это значит, что к выпускникам будут предъявляться совсем другие требования. Требования нестандартного мышления, творческого подхода, умения быстро принимать решения. Появились такие требования, как навыки проектной деятельности, цифровая грамотность, адаптивность к изменениям. Сегодняшним школьникам придется выходить на рынок труда в условиях неопределенности. Чтобы обеспечить всем им достойное место в социуме, нужна эффективная система выявления, поддержки и развития талантов. Михаил Игнатьев отметил, что в республике налажена эффективная работа с молодежью. Ребята из Чувашии становятся призерами Олимпиад и проектов, которые проводятся под патронажем полномочного представителя президента. Немаловажная задача развития новых компетенций для нужд работодателей. Не любой ценой одаренных детей готовить. С ними с одной стороны сложно работать, не просто работать, а с другой стороны спрос работодателей сегодня на этих детей. Почему? Потому что это наука, это идеи, это разработки. Эти разработки внедряются в любой товар или услуги, становятся конкурентоспособными. Тем самым задача бизнеса – это получать прибыль. Задача государства, органов государственной власти – создавать одинаковые разные условия для детей, чтобы они учились, получили фундаментальное образование, занимались любимым делом, участвовали на разных конкурсах, олимпиадах. И от массы уже самые лучшие, самые одаренные будут создавать продукт труда. На расширенном заседании в Ижевске главы регионов перенимают лучшие практики работы. По итогам окружного совета могут быть реализованы новые проекты. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика Изудмуртия. Сегодня же в Ижевске прошло заседание под руководством секретаря Совета безопасности. На повестке дня – реализация программы снижения травматизма на дорогах и диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса. Подробности в следующем выпуске программы «Республика». Весенние полевые работы, по прогнозам специалистов, начнутся в Чувашии в конце марта-начале апреля. Подготовку обсудили на еженедельной планерке в Доме правительства. Вся посевная площадь под урожай составит 540 тысяч гектаров. Это больше, чем в 2018-м. Как и в прошлые годы, больше всего посеют зерновых и зернобобовых. Чуть меньше третьей площади займут кормовые культуры, еще 4% – картофель и овощи. Сейчас сельчане готовят семена на посев. Материал должен соответствовать стандартам. Что касается качества семян, кондиционных семян на сегодняшний день 80%. В прошлом году было на этот период 66%. Но в то же время мы увидим в некоторых районах доведение до кондиции. Над доведением кондиции надо еще поработать. В Козловском, Красноармейском, Шумерлинском, Аллатрском районе. Задача – все 100% посеяться кондиционными семенами. На поддержку сельхозпроизводителей в этом году выделено 2,6 млрд рублей. У организации АПК в рамках программы «Росагролизинг» есть возможность обновить сельхозтехнику на выгодных условиях. Однако заявок пока очень мало, отметил Сергей Артамонов. Также глава ведомства призвал аграрий фактивнее пользоваться льготным кредитованием. В начале весенних полевых работ материальные ресурсы будут дорожать. Это нужно учитывать. И аграрии не должны занимать выжидательную позицию. Без краткосрочных кредитов, без оборотных средств не все смогут приступить к работам, отметил глава региона Михаил Игнатьев. И в продолжение темы качества семян. Карантинный сорняк в семенах базилика был обнаружен в Чувашской республике. Зараженный посадочный материал уничтожили специалисты Росфельхознадзора, которые проводили досмотр. Инспекторы выявляют нарушения и контролируют соблюдение законов по обращениям граждан и во время рейдов по торговым точкам. Не могу отойти, обязательно сюда подойду, обязательно выбираю, чтобы не вялый, не высохший, чтобы крупный, чтобы были. Если лучшие луковицы гладиолуса можно отобрать на глаз, то с семенами в упаковке этот фокус не пройдет. В этом случае гарантию покупателю может дать свидетельство соответствия. Покупатели имеют право спрашивать у вас, сколько процентов схожих семян. Вы объяснить должны по свидетельству. Если есть свидетельство, значит семена проверены Росфельхозцентром. Специалисты-агрономы проводят исследования по обращениям как покупателей, так и самих продавцов. В этот раз в поле зрения попали семена белокочанной капусты сорта «Валентина». Три дня назад по сто штук их поместили в чашки Петри, и сейчас видны результаты. Семена хорошо проросли, дали хорошие ростки, дали хорошие здоровые корешки. Уже практически все проросли. Вот остались раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 92% энергии простания на сегодняшний день, наверное, будет. По стандартам, всхожесть у таких семян минимум 70%. Такие проверки гарантируют, что посадочный материал активно поведет себя при вегетации. В центре проводят и микробиологические исследования на наличие болезней и вредителей. Такими проверенными семенами не могут похвастаться чаще всего частники на рынках. В Чувашской республике на земельных участках личных подсобных хозяйств выявлен такой карантинный объект, как золотистая картофельная нематода. Для здоровья человека данный карантинный объект опасности не представляет, но поглощает все питательные вещества через корневую систему и остается в почве. Передается с клубнями картофелями. Потери картофеля могут составлять до 90% от всего урожая. Партию зараженных семян базилика обнаружили в конце февраля в Чувашии по заявке индивидуального предпринимателя. Чтобы карантинный организм не распространился, семена сожгли. Выявляют нарушения и контролируют соблюдение законов и во время рейдов по магазинам и торговым точкам. Пока ничего не видно, не шевелится, но отбор проб отберем. Там лабораторные исследования проведут и там ясно будет что-нибудь там в почве нематода или что-нибудь там карантинное, болезни или вредители. Не так давно изменились правила маркировки. Если раньше на упаковках с семенами указывалась только информация о сроке годности, то сейчас должен быть отпечатан номер партии, год урожая, страна происхождения и дата упаковки. Кроме того, к продаже разрешены только сорта, включенные в государственный реестр селекционных достижений. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. В конце прошлого года в Чебоксарах начали строить новый корпус инфекционной больницы. Этот проект на личном контроле министра здравоохранения Чувашия. Сегодня Владимир Векторов побывал на объекте, пообщался со строителями, обсудил текущие вопросы. Сейчас работы идут согласно графику, без отставания. Закончено устройство фундаментной плиты, на очереди обустройство гидроизоляции подвала, установка модульной котельной, газовые трубы к ней, перенос инженерных сетей. Строителям также предстоит возвести второй этаж, построить надземный переход. Между основным зданием больницы и зданием стационара планируется переходная теплая галерея, которая будет эксплуатировать и позволит каталке переехать с одного лифта на другой лифт, с одного здания в другое здание, без выхода на улицу, без контакта с внешним миром. С введением в эксплуатацию нового здания увеличится и количество койко-мест до 50, так необходимых больницы. Общая стоимость объекта составляет более 445 миллионов рублей. За счет государственной программы Чувашской республики развития здравоохранения, деньги были выделены с первого республиканского бюджета, потом обращение главы республики федеральной правительства, и 208 миллионов рублей придет по национальному проекту развития детского здравоохранения. Первых пациентов здесь примут уже в начале 2020 года. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Валерий Рязюков, Республика. Хорошие новости. На объекте долгостроя в центре Чебоксар начались работы. У здания, которое строилось как отель «Сувар», нашелся инвестор, строительная компания из Брянской области. После банкротства последнего владельца объекта, банк-кредитор продал его имущество на торгах. Выставленный лот привлек внимание нового застройщика, который уверен, у отеля хорошие перспективы. Более двух с половиной месяцев проходила экспертиза, причем экспертиза полностью всех несущих конструкций. И мы геологию делали, проверяли несущую способность свай, грунта, всего. Здание находится в хорошем состоянии. В данный момент строю площадку освобождают от мусора. В апреле подрядчик планирует приступить к строительным работам. Технические условия получены. План благоустройства согласован с администрацией Чебоксар. Очень приятно, что есть понимание и у руководства города, и у руководства региона о том, что этот объект нужно достраивать. И он идет всяческое содействие. А когда идет содействие, то понятно, что и приятно работать инвестором. Уже ко дню города подрядчик планирует сделать фасад здания. А полностью завершить строительство в следующем году. Экстремизм и терроризм – ответы на насущные вопросы. Эту тему обсудили на республиканском семинаре в Комсомольском районе. Терроризм, угроза обществу. Ключевое направление борьбы с ним – профилактика. В подобных семинарах принимают участие лидеры молодежных общественных организаций, педагоги и школьники. Ведь именно молодые люди чаще всего подвергаются давлению. Зачастую они даже не знают, что совершают противозаконные действия. И мы не хотим, чтобы наши дети вовлекались в это террористические акты различные. И это течение. Поэтому такой вопрос рассматривать в нынешнее время очень актуально. И такой семинар, который сегодня проводится в нашем районе – это очень важно для наших детей. Дети, наверное, с этого семинара вынесут для себя очень важное решение. Что экстремизм – это очень страшно. И не надо этим заниматься. На подобных семинарах стараются укрепить у молодых людей толерантное мировоззрение, терпимое отношение к людям вне зависимости от национальности, религии и социального положения. Но, к сожалению, именно на этой почве много спекуляций. И очень важно, чтобы молодежь четко разделяла понятия, другая культура и чуждая идеология. В киностудии «Чувашкино» и архиве электронной документации открыли двери для всех желающих. Что интересного можно увидеть тем, кому интересна история развития национального искусства, узнавала наша съемочная группа. Черный немецкий проектор 1935 года – гордость архива. Винтажный экспонат пополнил коллекцию в 2016 году. Всего в фонде собрано 15 проекторов, рассчитанных на 8, 16 и 35-миллиметровые кинопленки. Кинопроекционный оборудование усовершенствуется, видите, да? Потому что это все больше и больше. Еще вот они показаны здесь, видите, вот большие уже, они уже вот такие, узкоформатные пленки и так далее. Ну, здесь уже название Украина, 5-80-го года, видите уже? Это все больше и больше. Здесь, если смотреть дальше, вот уже другое, здесь уже более широкоформатные пленки начинают у нас использоваться. А на этих полках аккуратно сложены друг на друга бобины. В них хранятся 10 тысяч кинолент. Также у нас есть первые чувашские кинофильмы, которые снимал сам Максим Кошкинский. Вот, еще 20-е годы, 20-е столетие. Яким Максим Кошкинский – режиссер не только кино. Он основатель Чувашского драмтеатра. В день открытых дверей артисты театра встретились с посетителями и показали им отрывок из спектакля «Соперники». Мне было очень интересно увидеть народных артистов, узнать, как они живут. Я люблю театр, и было интересно лично познакомиться с ними и спросить какие-либо вопросы. По традиции, сегодня же состоялся день дарения. Нам уже дарят и кинокамеры, и кинопроекторы, фотоаппараты. Один товарищ принес видеомагнитофон, видеокамеру и более 25 кассет с советскими мультиками. То есть, вот это все экспонаты, которые пополнит наш музей кино нашей организации. Наглядная история. Их лучший способ для сохранения и приумножения традиций. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Чувашская прыгунья в шестом Анжелика Сидорова номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Европейской ассоциации легкой атлетики. В прошлом месяце Анжелика Сидорова, которая параллельным зачетом представляла Москву и Чувашию, выиграла пять турниров. А в начале марта стала победительницей чемпионата Европы в Глазго. Также на звание лучшей легкоатлетки претендует голландская, немецкая, британская и польская бегуньи. Голосование проходит в аккаунтах в соцсетях Европейской ассоциации легкой атлетики. Оно завершится в четверг, 14 марта. Далее смотрите полезную информацию, а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Всем нам известно, как долго приходится ждать всходов некоторых огородных культур. Чтобы ускорить процесс прорастания, многие рекомендуют перед посадкой семена замачивать. Зачем же это нужно? Давайте разберемся. Первая причина заключается в проверке семян, которые вы купили. Пустила корешок семя, значит оно в порядке. Вторая причина замачивания семян заключается в обеспечении своевременного прорастания семян, когда они будут помещены в открытый грунт. А третья и, пожалуй, самая главная причина необходимости замачивания семян заключается в предотвращении и профилактике болезней, которые могут в будущем погубить ваши всходы. Проращивать семена лучше всего между слоями на пестрой ткани, прочных салфеток или ватных дисков, предварительно пропитав их препаратом споробактерин от компании Ортом. Благодаря такому нехитрому действию вы обеспечиваете профилактику и лечение грибных и бактериальных заболеваний растений, таких как мучнистая роса, фитофтороза, корневые гнили, фузариозного увядания, черные ножки и многих других. Замачивание семян происходит в течение 1-2 часов. Половину чайной ложки или 1,5 грамма необходимо растворить в 1 литре воды, добавить 1 столовую ложку сахара. По истечении срока замачивания семена готовы к посадке. Оставшийся раствор после замачивания всех необходимых вам семян вы смело можете вылить под куст смородины или полить цветы, так как споробактерин безопасен для человека, животных, насекомых и растений. Споробактерин от компании Ортом – это биологический фунгицид. Два активно действующих компонента в нем – это триходерма зеленая и сенная палочка. Хорошее зрение врача-стоматолога – это залог вовремя оказанной квалифицированной помощи. Поэтому руководители клиник Юрий Зорин и Инна Зорина пригласили специалистов компании «Имидшоптика», чтобы проверить зрение своих сотрудников. Вот эта цифра у меня путает 9, либо 6, последний – 3. Теперь полем в 20. Наш авторомологический комплекс может приехать на любое предприятие. Он оснащен по самому современному слову техники – фороптером, авторефрактометром и другими современными приборами, для того, чтобы быстро и очень качественно подобрать любому человеку соответствующие очки. Это очень было бы, мне кажется, полезно любому предприятию, которое заботится о своих сотрудниках. Врач-офтальмолог компании «Имидшоптика» рассказала о факторах риска развития заболеваний глаз, профилактике и лечении. Особое внимание уделили специфике работы стоматологов. Сегодня сняли с приема всех своих врачей-стоматологов, а также персонал сети клиник, чтобы они послушали эту лекцию. Необходимо знать о заболеваниях глаз, как их надо вовремя лечить. Сотрудники клиник «Дентомед» остались довольны персонифицированным подходом и индивидуальными рекомендациями. Мне сказали о возможных будущих изменениях, которые могут произойти, если не взяться за коррекцию, за профилактику, за гимнастику. И я насторожился, и мне написали рецепт, планирую приобрести обязательно очки. В компании «Имидшоптика» большой ассортимент оправ и линз. Каждому клиенту подберут очки, подходящие по качеству и стоимости. Мало кто знает, но в компании «Имидшоптика» появились самые современные мультифокусные линзы, которые позволяют видеть в любом возрасте, на любой дистанции, не меняя очки. Раз в полгода мы приглашаем на профилактический осмотр. Надо ходить к офтальмологу, точно так же проходить диагностику глаз. Я регулярно хожу «Имидшоптику», потому что мне там нравится та обстановка, уют, тепло, как тебя встречают, как тебя провожают. Воздействие на глаза ультрафиолета, современных гаджетов и экологии приводит к тому, что зрение падает быстро, но довольно незаметно. Главное – не упустить момент и вовремя начать лечение. Вообще наш глаз не создан природой для таких нагрузок, но мы вынуждены с этим как-то жить. И вот новые технологии от компании «Имидшоптика» могут помочь как частным лицам, так и сотрудникам любых предприятий. И видите, выглядит она отлично. Скорая офтальмологическая помощь компании «Имидшоптика» может выехать на предприятие и к частным лицам. Единый номер стоматологии «Дентомед» – 70-99-99.